Привет, друзья! Меня зовут Дмитрий Куликов, и сегодня я хочу поговорить с вами о способах подключения батарей отопления. То есть есть три способа подключения батареи. Это диагональное подключение, нижнее подключение и реверсивное, что ли, или как это назвать, когда у вас стоят с одной стороны, здесь входят, и вода идет, теплоноситель идет таким образом, и нижнее подключение. То есть вот такое. Ну, давайте начнем по порядку. Сразу хочу рассказать про мою проблему. Как видите, выперла тоненькую трубу, байпас под батареей. Это произошло из-за того, что подключал батареи я летом и не предусмотрел, точнее предусмотрел, но недостаточно количества температурного расширения. То есть у меня, как видите, толстые трубы остались ровные, и, соответственно, где тонко, там рвется, что называется. То есть где тоненькие трубы, их, видите, как выгнуло. То есть здесь длинная очень магистраль, поэтому где-то я предусмотрю какую-нибудь петельку, чтобы было температурное расширение. И, скорее всего, ну не здесь, здесь у меня такая красивая зона, трубы бросаются в глаза. Где-нибудь там в комнате спальной, где-нибудь за кроватью сделаю этот уголок. Но это летом, поэтому прошу вас не обращать на это пока никакого внимания. Но, тем не менее, если вы будете делать трубы из этого материала, трубы отопления, обязательно предусмотрите вот такую вот беду, которая может случиться, если вы не предусмотрите это самое температурное расширение. А чем это чревато? Это чревато тем, что в конце концов пайка может все-таки лопнуть, и все пойдет вниз, что называется, прахом, и вы замерзнете. Итак, многие мне говорят, и говорят до сих пор, что надо было делать подключение, подачу горячей воды, то есть из трубы вот идет, не здесь ее надо было подключать, а именно вот здесь вот, чтобы теплоноситель шел по батарее диагонально. Но я попытаюсь сейчас вам объяснить логику, почему я именно сделал так. Во-первых, это было бы некрасиво, то есть от трубы здесь была бы еще мандула такая с краном, ну представьте себе так. Ну некрасиво было бы. У кого там шторы там под окном или ниша какая-то там, это не играет роли, визуальная эта тема. Но у меня здесь вот большая комната, и как бы батарея всегда на виду, здесь ни штору не повесишь, ничего не сделано. Можно было, конечно, сделать какой-нибудь такой вот короб на всю длину, красивый такой, чтобы можно было тут поставить что-нибудь там. Здесь у меня планируется игровая комната, можно там пиво поставить, там, я не знаю, там еще что-нибудь. Но тем не менее, я пока без этого, это может быть потом когда-нибудь сделаю, сейчас разговор не об этом. Сейчас мы говорим о способах подключения батареи. Итак, первое, это некрасиво подключать диагонально. И второй вариант, почему именно так, что с точки зрения физики, как вы знаете, все тепло поднимается наверх. Здесь у нас получается, что тепло уже подано наверх, и ему остается только опускаться вниз. То есть, насос его прокачивает уже даже теплый, он не успевает отдавать тепло батарее. Точнее, успевает, но он успевает его отдавать вот где-то на середине батареи, когда оно опускается, и тепло здесь начинает подниматься. Но вот эта часть, она практически всегда холодная. То есть, у нас идет график распределения тепла по батарее диагонально. Соответственно, у вас половина, вот эта вот нижняя часть батареи, не работает. Вот в таком варианте исполнения, на мой взгляд, с точки зрения физики, сейчас мы это проверим, распределение тепла идет следующим образом. То есть, когда вот здесь вот горячий теплоноситель подается, ну вот в это он не сильно подается. То есть, он идет вот так вот, и начинает тепло вот здесь вот все подниматься. Вот здесь меньше, ну, за счет возврата теплоносителя. То есть, батарея все равно здесь тоже прогревается. Но основной график распределения температуры идет вот таким вот образом. Вот. Да, даже вот так вот как-то идет. Поэтому вся батарея прогревается равномерно, и перепад температуры от самого холодного до самого горячего в таком вот варианте наименьший. Вот. Поэтому я сделал подключение именно таким вот образом. То есть, если бы из пола, вот как обычно делают, под полом делают эту тепловую магистраль батарейную, выводят просто вот трубки, и трубки уже подключают к батарее. Это тоже отличный, оптимальный вариант. Но мне такой вариант показался неподходящим, потому что у меня под полом там греть нечего, а труба-то горячая, когда идет теплоноситель. Вот. И поэтому там под полом мне греть нечего. Мне наоборот нужно греть все углы, которые могут быть, если плохо сделано соединение, там где-то в углах может быть щель там дует, и батарея от этого спасает. Следующий момент. Почему именно такой вот способ подключения, даже если бы вдруг, повторюсь, вдруг, ну, на мой взгляд, это самое оптимальное подключение, если бы вдруг вот это было бы самым оптимальным подключением, то все равно проблема в частном доме в том, что у вас теплоноситель на батарее подается периодически. То есть, вот у меня котел запитан от датчика температуры, от комнатного датчика температуры. Кстати, как подключить к котлу автоматику, смотрите вот в этом видео, там я все наглядно рассказал, и уличный датчик, и комнатные термостаты я подключал к газовому котлу. И вот, теплоноситель, соответственно, подается периодически. То есть, вот сейчас вот батарея холодная, и через некоторое время включится отопление, когда упадет комнатная температура, и начнет нагревать опять батареи. Первый год, когда я сделал отопление, у меня не было еще датчиков, и у меня теплоноситель постоянно был в трубах, постоянно гонял. То есть, котел работал всегда. То есть, трубы были постоянно горячие. Тут был Ташкент, я открывал постоянно окна. В этом моменте, если у вас постоянно подается теплоноситель, постоянно горячие гоняется, не забывайте одну немаловажную вещь, такую, как бактерии, которые образуются в трубах отопления, называются они легионеллы, и они живут в теплой среде. Когда у вас нету температурного датчика комнатного, вы можете регулировать температуру теплоносителя только на котле. И вот я первый год там тоже регулировал котлом, и у меня где-то подача была в районе 40 градусов, 45 градусов по батареям постоянно гоняла. Но в этом случае как раз вот эти бактерии легионеллы, они образуются в системе отопления внутри, в трубах. Итак, друзья мои, о том, чем чреваты бактерии легионеллы в трубах отопления, можете посмотреть в интернете, я не буду касаться этого нюанса. Я же хочу донести до вас другую мысль. То есть, если у вас в доме стоит датчик температуры, который управляет котлом, который нагревает систему отопления, то подача должна быть в трубах отопления где-то в районе не меньше 65-66 градусов. У меня это где-то 72 градуса подается, чтобы у вас все бактерии в трубах умирали. То есть, они умирают от температуры. И еще такой немаловажный факт, что у меня котел включается где-то раз в два часа. И, соответственно, нагревает помещение, и в доме тепло. Ну, у меня пока хреновенький датчик, он там бывает, что так, когда холодно, под утро уже так это чувствуется, когда еще не включилось, прямо перед включением батареи так прохладненько. Ну, это не важно. Поэтому сейчас дождемся включения котла, и я хочу проверить распределение температуры по батарее при моем способе подключения. То есть, хочу замерить каждую секцию температуру пирометром и верхнюю часть замерить. И посмотреть, как будет распределяться тепло по батарее по верх и низ. Как устроена батарея? В большинстве случаев это самый обычный простой вариант. То есть, снизу идет трубка толстая, сверху идет трубка толстая. И они связаны между собой трубками поменьше диаметром. Это за счет того, чтобы была разная скорость движения в трубах. То есть, чем больше диаметром, тем медленнее движется жидкость. Чем меньше трубочка, тем она, скорость, быстрее. Это все физика. Можете посмотреть разные уравнения Бернули для таких систем. И поэтому мне сейчас интересно именно распределение тепла в батарее при моем способе подключения. Итак, дожидаемся включения котла. И смотрим, померяем и проверим мою теорию. Вот такой вот у меня пока датчик стоит. В доме, как видите, где-то 21-22 градуса на датчике выставлено. Итак, как видите, котел у меня запустился. Вот моргает пиктограмма отопления. И температура теплоносителя, как видите, 69 градусов. Ну и продолжает расти. Видите, 70, ну где-то 71-72 градуса у меня подача теплоносителя в систему отопления. Итак, батареи у меня запустились. Сейчас чуть прогреются. Нарисовал я вот такой вот график. Сейчас мы его заполним по температурам, по секциям. 10 секций у меня в батарее. Проверять мы будем вот таким вот самым базовым пирометром китайским. Ну и давайте посмотрим распределение температуры по батарее, по секциям. Вот батарея прогрелась. Где-то температура, как видите, в районе 45 градусов. Итак, давайте начнем измерение. Поехали. Измеряем. Измерять будем, ну, я не знаю, вот эту, наверное, самую верхнюю и самую нижнюю точку. Ну, еще давайте для достоверности еще вот здесь вот сейчас померяем температуру. Итак, вот что у нас получилось. Кому интересно, ставьте на паузу. Но здесь, как видите, перепад температуры очень маленький. Здесь 49, здесь 45. То есть, грубо говоря, 4,5 градуса перепад по батарее. Здесь 51,9, здесь 52,3. То есть, как бы, вообще практически нету разницы. То есть, ну, можно списать на погрешность измерения. Ну, а здесь поверху 59,8, здесь 57,4. То есть, падение в батарее тоже порядка двух с половиной градусов. То есть, как видите, тепло в батарее распределяется практически равномерно. Итак, друзья мои, мое предположение о том, что такое подключение батареи, то есть, нижнее подключение, наиболее предпочтительное. Ну, по крайней мере, я вам доказал на примере своих батарей. То есть, у меня, конечно, нету распределения, графика распределения при других подключениях. Но, тем не менее, мне нравится, как распределяется тепло по моим батареям. Соответственно, от каждой батареи идет максимальная отдача тепла. То есть, нету никаких явных холодных зон на батарее. Ну, значит, работа батарей и система отопления в целом в моем доме, можно сказать, эффективна. Если вы не согласны с моими выводами, пишите об этом в комментариях. Ну, а я в дальнейших видео расскажу еще что-нибудь интересное. Подписывайтесь на канал. Ну, а пока, пока. Спасибо, что смотрите. Да, и не забывайте подписываться на мой инстаграм. Там тоже много интересного. Пока.